Здравствуйте, дорогие выпускники, издающие ЕГЭ по литературе, и школьники, которые проходят по программе литературы данные произведения и тоже смотрят эти видео. Я рада вас приветствовать на видео, посвященном творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Сегодня мы начнем анализ стихотворения этого прекрасного, глубокого, интересного поэта. И начнем мы со стихотворения «Тучи». Давайте вспомним сначала само произведение. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решения? Зависть ли тайная? Злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучи ленивы, бесплодные. Чужды вам страсти и чужды страдания. Вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины. Нет вам изгнания. Произведение, которое полностью раскрывает две главные темы творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Тему свободы и тему одиночества. Все произведение построено на аллегории, то есть именно через движение «Туч» автор передает и свой жизненный путь. В начале «Тучи» и «Герой» сопоставляются, они очень похожи. Он говорит, что они вечные странники, такие же странники, как и он. Но в третьей строфе, в третьем четверостише, мы видим, как они полностью противопоставляются, потому что лирический герой – изгнанник, он изгнан. А «Тучи» – странники, они свободны, в отличие от него. Во второй строфе раскрываются причины состояния лирического героя, именно благодаря риториченским вопросам. Здесь как раз раскрывается сущность общества, которое не нравилось Лермонтову. Он всегда был против масок, против лицемерия, и все пороки общества находят отражение в его произведениях. Конечно, здесь он раскрывает одинокого, страдающего героя, который даже в обществе не может найти себя и чувствовать себя одиноким. Произведение написано четырехстопным дактилем. Жанр – это элегия. Помните, я говорила, что если видим слово «грустное», пишем «элегия». И, конечно же, именно это произведение точно можно назвать грустным, потому что здесь раскрываются эти внутренние переживания, внутренний мир героя, и все печаль, грусть, безвыходность его ситуации. Как я уже сказала, основное средство выразительности – это аллегория. Но также здесь у нас и антитеза противопоставления, сравнение сопоставления и множество-множество эпитетов. Для того, чтобы лучше запомнить эти средства выразительности, давайте еще раз глянем на текст. Тучи у нас представляются вечно холодными, вечно свободными. Особую напевность, особый лист произведению придают синтаксические повторы и инверсии. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную. И, конечно же, не забываем снова про аллегорию и риторические вопросы, потому что именно они раскрывают идею, идею скованности вот этого поэта-изгнанника. В риторических вопросах отражается причина того, почему герою пришлось покинуть родину и умчаться в чужие края. Конечно, тучи так же, как и он, мчатся с милого севера, но ими не руководит жестокий рок. В них нет души, они не способны испытывать боль. Причина их бега иная, он говорит, нет, вам наскучили, не вы бесплодные. А он изгнанник, потому что он чувствует себя лишним в обществе. Во заключении скажу, что произведение это Лермонтов написал в 1840 году. И стихотворение Тучи относится уже к позднему творчеству поэта. Это всегда чувствуется, потому что после прочтения этого стихотворения мы чувствуем какую-то безысходность. Лермонтов показывает общество и показывает, насколько он далек от него. И все эти произведения, в которых раскрывается тема свободы, одиночества и мотивы одиночества, как часто говорят исследователи Лермонтова, показывает автобиографичность, показывает, насколько сам автор не мог найти себя в обществе. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. И, возможно, именно с этим связана его ранняя гибель. Вообще, теории, которые связаны со смертью Лермонтова, тоже очень интересны. Я обязательно вам расскажу о том, было ли это убийство, или, возможно, Лермонтов сам хотел уйти из этой жизни. Ну а пока мы заканчиваем анализ стихотворения Тучи. Встретимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok